Всем привет! Я несколько дней практически не выходила из дома. Выходила, но так быстро-быстро по делам. У меня было очень много работы. И поэтому я не снимала ни влоги, ничего. И чаще всего, когда выходила, был уже вечер, было темно. И я сейчас поняла, что я уже просто задыхаюсь дома. В итоге я решила идти гулять и беру вас с собой. Как классно, когда целую кучу людей можно взять с собой в маленьком приборе. Потому что у меня действительно ощущение, что я вас всех беру с собой. Раньше, когда я ни с кем из вас вообще не общалась, у меня такое абстрактное было представление о моих подписчиках. Просто я говорила в телефон и всё, какие-то свои мысли. А теперь я реально обращаюсь к вам, к людям. У меня такое ощущение, что мы идём гулять все вместе. Сегодня я хочу поговорить тоже. Не знаю, что лучше, показывать себя или район. Наверное, немножко можно и район показать. Боже, как красиво, какие листики, какая прелесть. Поговорить на тему, ну не знаю, чехоненавистников, что ли. В общем, об эмигрантах, которые живут в Чехии долгие годы. И очень плохие вещи говорят о Чехии. Я понимаю, что моё мнение субъективно. Я никому своё мнение не навязываю. Но я считаю, что это крайне некрасиво. Тем более, когда речь идёт о второй твоей стране. То есть это страна, которую ты выбрал сам. Тебе не нравилась твоя родина. Теперь ты приезжаешь в другую страну. Тебе снова всё здесь не так и не эдак. Так, тут уже начинается вопрос такой. Может быть, дело-то в тебе? Почему всё тебе вокруг не нравится? То есть даже та страна, которую ты сам выбрал, ты же когда выбирал эмиграцию себя, ты по каким-то критериям судил, правильно? Выбирал то, что тебе должно быть близко, понятно. И ты приезжаешь. И снова ты просто разносишь страну, которая позволила тебе в ней жить. Дала тебе работу в ущерб, возможно, своему гражданину, своей страны. Которая дала тебе новый шанс, новую жизнь, новые эмоции, не знаю. У меня в моём окружении людей, которые говорят о Чехии, плохо немного. Но, в принципе, среди русскоязычных я очень часто, именно среди русскоязычных встречаю. То есть я общалась в своё время с австралийцами, англичанами, немцами, итальянцами, которые жили в Чехии. И никогда такой грязи, как говорят наши люди об этой стране, я никогда в жизни не слышала от них. То есть, ну никогда. Если кому-то из них знала я одну Ирландку, ей очень сильно нравилось Чехия, но она считала, что здесь мало возможностей. Она никогда в жизни, хотя мы общались там полтора года, наверное, никогда в жизни ни одним словом не сказала про Чехию ничего плохого. Она просто искала себе работу в Германии, уехала, и сейчас там реализована и счастлива, потому что ей, ну просто не её страна Чехия, казалось, но она никогда не позволяла себе говорить. А вот русскоязычные люди живут здесь бывает 5-10 лет. Даже у меня есть знакомые, которые живут здесь, если честно, 18 лет. И говорят просто ужасные гадости про Чехию, распространяют это в ума от других эмигрантов. Я не могу этого понять, зачем они это делают, по каким причинам они делают, почему они ни в одной стране до сих пор не могут быть счастливы. И самое главное, как надо не уважать. Я не знаю, я Чехию настолько люблю, я как-то не могу пережить того, что вот кто-то о ней говорит такие вещи. Ну, что говорят? Разные вещи говорят. Часто очень говорят, что чехи там задрыпанные, неопрятные, что они, у них нету стиля в одежде, что они безамбициозная нация. Вот знаете, просто тошнит. Вообще, крайне неприятно вот эти вещи слушать. Чехия просто уникальная, потрясающая нация, которая при таком маленьком населении и при оккупации там другими государствами, частой в истории, она смогла сохранить свою культуру, свой язык, смогла быть абсолютно самостоятельной. Чехия ни в ком не нуждается, здесь есть всё своё, здесь есть свои куча телевизионных каналов, свои прессы, издаются книги, есть миллионы своих продуктов, здесь процветающих много бизнесов и всего, страна абсолютно самодостаточная. И опять-таки при таком маленьком населении по меркам вообще Европы настолько она смогла, я не знаю, не только быть классным домом для своих граждан, но и для иммигрантов. И мне вот очень эти вещи неприятно слушать. Вот про эти задрыпанные грязные, ну вот честно, просто у нас вот наших людей такое понимание, что если девушка оделась как бы в спортивный стиль, то всё. Это значит, что просто она уже грязная и задрыпанная. То есть обязательно элемент, чтобы не задрыпанный быть в глазах многих русскоязычных людей, это обязательно нацепить шпильки. То есть многие девочки искренне думают, что вот они приезжая в Прагу с туристическими целями и по вот этой щебёнке отходя трое суток на шпильках, что вот они остались стильными. Нет, стиль это способность одеваться адекватно адекватной ситуации и на шпильках ходить по историческому городу старинному, поэтому тут никакого стиля нету. И вот эти люди в основном, те, кто вот даже прожив в Чехии долгие годы и до сих пор вот одеваясь по-русски, скажем так, они имеют наглость хайд чехов за то, как одеваются они. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы в своей повседневной жизни называться удобно. Если речь идёт о театре или о каком-то мероприятии, вечеринке, то чехи всегда одеваются адекватно, они нарядные и красивые, у них есть объективное нормальное понимание о том, как одеваться. Это первое. Второе, вообще даже сам разговор вот об этом просто неприятен, потому что как бы, ну я не считаю, что достойно в принципе разговаривать об одежде. Я не хочу никогда никого судить по одежке. Единственное вот то, что я высказала сейчас, мне непонятно девушки, которые едут в туристическую поездку на шпильках. Это единственное, что я могу сказать. В остальном я никогда и никого не сужу по одежде и никому не советую. По поводу того, что чехи народ безамбициозный. Если бы чехи были народом безамбициозным, тут бы не было никаких специалистов, никаких профессионалов, никакого бизнеса и никакой медицины. И то, что медицина здесь во многих сферах уже выходит на такой уровень, что с других стран Европейского Союза сюда ездят лечиться. Например, кардиологические отделения очень сильные в Чехии считаются. Но это еще со времен, когда я работала в чешской больнице. Расскажу тоже об этом как-нибудь. Первая моя работа была в Чехии, это была работа в больнице. И я очень многое для себя там почерпнула и очень много выводов сделала. Я уже запыхалась, у меня такой голос, бегу быстро, надо медленнее идти. Очень много выводов я сделала, очень много посравнивала уровень медицины, подход людей и просто когда я видела, как чешские врачи и чешские медсестры после своей работы просто оставались с пациентами и держали их за руки целую ночь, потому что пациент, к примеру, был одиноким и его подержать больше некого было. И после этого что-то нам о Чехах плохое говорят, я честно, меня просто раздражает. когда я приехала в Чехию только, то все русскоязычные мне говорили, ты от Чехов держись подальше, мы для них рабы, они нас, мол, никогда не поймут и никогда вообще не примут. И вот я первое время не знала, кого слушать, у меня не было никакого опыта, я слушала вот этих людей, которые мне вот это говорят. А потом так случилось, что где-то через полгода после моего приезда у нас с Лёшкой случились просто катастрофические финансовые проблемы и речь стояла о том, что мы потеряем Чехию, нам нужно будет возвращаться в Беларусь и для меня была эта катастрофа просто. Тем более после того, как ты приехал, боролся, да, бросил на родине работу и прочее. В общем, я очень переживала и один раз я разговаривала, не помню, по телефону то ли с мамой, то ли с подругой и я плакала. Я стояла в больнице, я пошла на кухню и очень сильно плакала. И рассказывала о своих проблемах. И когда я вышла, подбегает ко мне одна из медсестричек. Я вот с ней честно за всё время, за полгода обмолвилась двумя словами, потому что я чешского не знала, я очень сильно комплексовала и с чехами не общалась. Она подбегает ко мне и засовывает мне в ладонь стопку денег. И говорит, я не поняла, что ты по-русски сказала. Я только год учила в школе русский язык, но я услышала, что у тебя финансовые проблемы. Я сходила, сейчас сняла свою зарплату с карточки. Вот тебе деньги. Человек, который меня вообще не знал, я говорю, да ты что, я не могу это взять. Она говорит, бери, я представляю, что такое приехать одной в чужую страну. Она говорит, я бы вообще умерла, если бы со мной такое случилось. И вот тогда я стала задумываться о том, что то, что говорят русскоязычные люди о чехах, это неправда. И впоследствии, ну, не всё сразу, я постепенно буду, конечно, рассказывать свои эмоции, переезды и прочее. Постепенно я всё больше, больше понимала. Просто я практически, за редким исключением, были чехи, конечно же, не очень хорошие, ясно, как в любом народе, которых я встречала, но в большинстве своём это были люди настолько неравнодушные, настолько откликающиеся на чужие несчастья и неравнодушные глобально, что, ну, я просто не могу вообще, когда плохо говорят про чехов, потому что для меня эта нация просто потрясающая и в очень многих аспектах моей жизни. Ну, что ещё говорят плохого о чехах русскоязычные люди? Мне, если честно, вот не хочется всё это просто рассказывать, даже так сильно мне неприятно пойду туда, чтобы ещё показать вам частный район. Не знаю, интересно вам, не интересно, пишите. Что ещё говорят? что чехи, мол, смеяться с любой самой маленькой зарплатой, что чехия настолько близка по развитию к Советскому Союзу и что-то там ещё такое. В общем, честно, вот это слушать просто просто смешно, потому что уровень культуры, уровень жизни, да, пускай тут не всё идеально, вон гниловатые заборы есть. Ясное дело, что Советский Союз на Чехии имел очень большое влияние и она с большим трудом от него освободилась и её с большим натягом взяли в Европейский Союз. На 20 лет у неё был подписан или 21 год этот договор об ассоциации с Европейским Союзом, то есть она не подпадала. И когда в 2004 году Чехия вступала в Европейский Союз, то все немецкие газеты были полны таких заголовков, что сейчас хлынет, мол, восточная грязь, что-то в этом духе, то есть люди хранят даже эти газеты до сих пор, что-то типа того, что хлынет сейчас там искатели искатели халявных денег и всего в таком духе. Вот. И ничего этого не произошло, то есть соседство и открытая граница Германии и Чехии не принесло Германии не только никаких потерь, но и сейчас немцы, как я уже говорила, очень активно начинают переезжать в Чехию, не в Прагу, они почему-то, ну, они во многом, наверное, люди привычные к более маленьким городам, у них провинциальная жизнь, так как очень развита в Германии. Я в маленький период жизни жила, а в Германии тоже. Вот. И у них очень развита провинциальная жизнь, поэтому им ближе вот эти более маленькие города с семейными домиками и такое, поэтому они больше живут в маленьких благополучных городах Чехии, где, ну, поближе граница немецкая, чтобы ездить с родственниками и так далее. Их становится очень много и они, по-моему, там уже входят в пятерку лидирующих национального меньшинства в Чехии. Вот, поэтому как бы когда про Советский Союз говорят, то, ну, смешно в общем. Одним словом, это, конечно, мои такие рассуждения, я не хочу ни в коем случае никому навязывать, но мне кажется, что это преступление, когда ты живешь в стране, которую ты выбрал сам и ходишь и рассказываешь про нее, то есть люди намеренно сторонятся просто чехов и сидят русскими кучками, но, как правило, как показывает жизнь, они ничего здесь не добиваются в Чехии с таким подходом. Люди же, которые интегрируются, которые приняли просто Чехию как свой второй дом, они добиваются хороших результатов, они в жизни счастливы, они интегрированы в общество, у них много друзей, а люди, которые постоянно только хаят Чехию, они сидят в русской кучке, потом эта русская кучка очень часто начинает еще и распадаться, кто-то уезжает домой, кто-то уезжает в другие страны, и они остаются и вовсе одни, поэтому, мне кажется, эта дорожка никуда не ведущая, очень ровным счетом. Пожарная станция. Сейчас попробую окружить, может, там пожарные машины стоят. Обкружить, точнее, не окружить, а обкружить. Ну, какой домик. Окна солидные, книжек столько. Чехия очень читающая нация, у них книг просто вообще, если чех как вот, ну, это опять-таки, это же среди моего окружения, о своем окружении говорю, если какой-то чех переезжает, он просто неделю перед переездом паковывает свои книги, потому что у любого чеха просто очень много книг, и на них, на всех производит просто невероятное впечатление, фраза я написала книгу. Я ее написала, но она не издана, как вы все знаете, и моя мечта быть писательницей, я мечтаю, что будет моя книга, поэтому сейчас надо все делать медленно и логично, чтобы издаться. Я обдумываю, изучаю возможности, не хочу торопиться, не хочу спешить и наделать ошибок, и чехи, конечно, услышав, что я написала книгу, очень реагируют так восторженно просто. А, вот еще популярная просто вещь, которую говорят про чехов, и которую я тоже всегда, ну, не всегда, наверное, но если человек мне не безразличен, я вступаю с ним в споры, если он мне безразличен, я не вступаю в споры, что чехи не образованы, что там количество, типа, процент высшего образования, типа, намного ниже, чем у нас. Вот это вот, наверное, самая дурацкая и смешная вещь, которую я когда-либо слышала. То вот, если сравнивать с Беларусью, я, конечно, ничем сравнивать не могу, потому что это была моя страна, я там жила, я многое не знаю. То, то, как там дается вот высшее образование, то есть, когда люди выходят с дипломом о высшем образовании и не в состоянии грамотно по-русски изложить двух предложений, говорят на тросянке, наверное, вы все знаете, что такое тросянка, это уникальнейшая смесь белорусского языка с русским. Вот так там даются просто дипломы очень многим людям, и, скажем, очень многие мои начальники в Беларуси были по интеллекту, будучи в два раза меня старше, в 150 раз меня глупее, откровенно. Я это чувствовала даже вот в 18-20 лет. поэтому я не знаю, чего стоит это высшее образование и к чему вот этот вымпендрёшь, но как устроено это в Чехии? В Чехии это устроено так, что здесь многие люди сразу же после... Тут нельзя закончить школу, нельзя закончить один из классов, можно идти либо после 9-го класса либо в гимназию, либо в училище, ну или техникум и такие какие-то у них аналоги свои есть. Вот. И они выпускаются где-то в 19 лет и после этого очень многие идут работать. Они не идут в институт, они идут работать и потом, когда они зарабатывают деньги, то здесь огромное количество людей поступает вот около 30 лет впервые в институт. Поэтому, говоря о 25-летних людях, например, безусловно, на постсоветском пространстве будет гораздо большее количество 25-леток с высшим образованием, нежели чехов, потому что здесь настроена система по-другому, так же, как и в Швеции. Но это вовсе не говорит о глупости нации, это говорит о том, что люди не хотят сидеть на шее у родителей 25 лет, поэтому они идут работать и потом совмещают учёбу с работой, когда уже более-менее финансово свободны и независимы. Я это очень сильно уважаю и я вообще считаю, что для развития нет возраста. В наших же странах почему-то такая гонка идёт страшная за возраст, что вот просто в обязательном порядке ты должен получить высшее образование именно до этого возраста, иначе ты уже там старый по всем параметрам родить и выйти замуж. Ты тоже должен по такому возрасту, на Западе таких делений нет. Здесь люди создают семью и учатся, и развиваются, и начинают бизнес в том возрасте, в котором они к этому готовы, а не в том возрасте, в котором готовы к этому обществу. Я не вижу здесь ничего зазорного, и вот когда я привожу вот эти данные, то, что чехи действительно все там к 30-ти, а то и позже поступают, то люди, да, не находят аргументации, как со мной спорить. и как бы таким образом многие мифы рухнут. Ну вот я не знаю, возможно, вот эти все негативные вещи может быть под подсознательной этой самой защиты происходят. Я бы не разобралась еще, по какой причине, что люди приезжали сюда чувствовать себя что-ли хуже чехов, и поэтому думаю, что если больше о них скажут грязи и чуши какой-то, то таким образом себя выгородят. Я не знаю, почему это происходит, но вот честно, у меня бы не поднялась язык бы не поднялся. Даже если бы я приехала в страну, которая мне, например, не нравится, я бы просто вот из культуры и воспитания я бы никогда, наверное, не посмела не искать плохое слово после того, как она дала мне работу, дала право жить и дала все права и дала вообще очень много. Я бы не посмела, я бы просто тихонечко собрала монатки и уехала. Сидела бы, искала для себя вариант, куда ехать и просто бы уехала. И не знаю, зачем вот говорить всякие глупости и гадости, но некоторые люди это перезревают. Я смотрю, что вот просто есть люди, которые просто этот период проходят. Они приезжают, например, вот первые года два с половиной, наверное, когда особенно тяжело, по своему опыту, знаю, что этот период самый тяжелый. Начинают говорить много гадостей и потом они просто меняют свое мнение. Особенно все больше, там, ездя к родителям на родину, они все больше сравнивают и понимают, что они уже ментально принадлежат новой стране, новому своему дому. От этого у них меняется мировоззрение. В общем, наша жизнь в руках вот самого человека. И то, как ты себя строишь вот своим языком, своими мыслями, свое будущее настоящее, такое оно у тебя и будет. И если ты не нашел себя ни в одной стране мира и тебе все время плохо, я просто не понимаю тогда, что там делать. Я как-то наткнулась на форум. По-моему, пары молодой, которая то ли гринкард выиграла в Америке, то ли вы... Я не знаю, какие там еще бывают типы, есть. И какие там способы миграции в Америку я особо никогда не изучала этот вопрос. Вот они то ли выиграли, то ли получили какую-то визу и они по распределению попали в маленький город в Америке, в котором им нужно было прожить или три, или пять лет. Им там дали квартиру социальную и они там жили и не могли этот город покинуть. И вот они по всему интернету писали просто невероятные гадости о том, какие американцы плохие, о том, какая-то деревня гнилая, о том, какая Америка скучная, какая она то, какая она сё. Ну, не знаю, я понимаю, конечно, ну, наверное, должны быть негативные отзывы, безусловно, но какие-то подкреплённые чем-то. А то ты приезжаешь в маленький город и пишешь, там нет никакой культурной жизни, они там все сидят днями в боулинг играют. Вот они, например, пишут, а что делать им в маленьком городе? Там, как я поняла, деревня какая-то, там два дома. И ближайший город, даже, который они называли, я такого вообще не знаю даже. То есть, он маленький всё равно. Так а на что рассчитывать, если ты едешь в маленький город? Это с чем вообще? А, и они сравнивали это с большим городом в России, с которым они переехали. Но это же просто бред. Или что там люди, все там чуть ли не фермеры с фермерским менталитетом. Опять-таки, а чего ты ждёшь, приезжая в маленький город? Конечно же, все люди, у которых амбиции были очень большие, какие-то помимо фермерства, конечно же, они все уехали в большой город. Ну, то есть, не было в этом какой-то вот реально объективной логики, да, что чего-то бы сказали, там, я не знаю, какие-то реальные факты, которые, безусловно, у меня там о Чехии есть некоторые мысли, не очень хорошие, но какие-то объективные, подкреплённые просто чем-то. А когда ты говоришь вот о нации вообще как бы плохо, вот это для меня непонятно. То есть, я понимаю, я встречаю там негативный опыт, не знаю, столкновения русских там с чешской страховой системой, там, например, негатив какой-то люди пишут, ну, ладно, с тобой это случилось, ты пишешь об этом негативе, делишься с людьми, это нормально, я пускай с тобой не согласна, у меня такого опыта нет, но я не вижу в этом как бы ничего критичного. Но когда в целом о нации пишут, что они там такие сякие, и... рукой закрыл, экран? Что они такие сякие, и то, и то, но надо же как-то объективно делать, а то менталитет. Фермера скучно, сама сидит в деревне, что ты тогда сидишь в этой деревне? Ищи себе тогда другой вариант эмиграции, едь в Нью-Йорк и греми там просто вместе со всеми в ритме, не знаю, электромузыки. Ну, понимаете, о чём я говорю. Просто, наверное, вот это всё происходит в этот период адаптации, когда люди просто эмоционально очень ещё неустойчивы. Я сама была очень неустойчива, но у меня вот эта неустойчивость первые два с половиной года она проходила совсем по-другому. Она была не нацелена на хайне чехов, она была нацелена на избегание чехов, безусловно, до определённого метода первые... до определённой степени, первые восемь месяцев я избегала, я очень стеснялась. У меня был такой внутренний барьер, что я не могла в буквальном смысле открыть рта. Когда я уже немножко стала общаться с чехами, они жили просто обычной своей жизнью, свободной жизнью гражданина. А я была ущемлена по всем параметрам, отличалась от них сильно. У меня где-то следующие полгода после этих восьми месяцев был комплекс неполноценности, что ли. Если не неполноценности, то хужести, нежели чехи, вот так скажем. То есть я всё время думала, что я вот хуже по тем параметрам, по тем, что вот они рождены изначально более свободными, более привыкшими, не знаю, к демократии, к большему богатству и прочему. Вот как-то на этой почве я пару месяцев комплексовала. Вот. Но так, чтобы хаять как-то не было. Я просто вижу, что на вот этом этапе первом очень многие люди вот именно избирают для себя хайни чехов вместо того, чтобы познавать их, быть к ним поближе и прочее. То есть я даже слышала такие вещи вот людей знакомых, что чехи меня не позвали, вот они сидели, все ели и меня не позвали. Если ты молчаливая, молчаливый, если ты нелюдимая, нелюдимая, избегаешь людей, чего тебя звать, серьезно. Иди сам, тебе важно интегрироваться, тебе важно с местными познакомиться, а не им с тобой. Что-то от них ждешь и потом их записываешь в козлы, что они такие и сякие. Ну так давай, дерзай сам как-то в самом деле за свою жизнь. У меня у меня было то же самое. Такие вот мысли меня посещали. Я тоже первые восемь месяцев я когда пришла на работу только, я попала в сугубо чешский коллектив. Они пытались первое время со мной общаться. У меня был такой комплекс, во-первых, я не понимала, что они мне говорят, а во-вторых, я стеснялась, даже если знала открыть рот или сделать ошибку грамматическую. Вообще языка не знала, в буквальном смысле там, не знаю, 50 слов. Я очень сильно комплексовала, очень переживала и в ближайший месяц я таким образом невольно от себя оттолкнула просто любое потенциальное общение. Они пытались со мной общаться, но я была очень закрыта. И, конечно же, они навязываться не будут же меня заставлять со мной общаться. И они как бы начали меня избегать. Вот. следующие 7 месяцев я просто молчала. Мы сидели все в одной комнате, например, не всё время, но, например, мы приходили на обед, все садились в одной комнате, они все между собой общались, а я сидела одна. Или иногда даже такое было, что они приходили, например, раздавали конфеты, покупали конфеты на всех, раздавали и давали всем, кроме меня. То есть, это так я сама себя вела. Безусловно, да, может быть, были люди, которые меня не сильно любили, от этого они ещё больше так делали, но я очень сильно внутренне их винила, что вот они такие сякие, вот они не понимают, что я вот тут одна, что мне так вот тяжело, и вот они должны меня взять за ручку и просто сидеть, меня уговаривать, чтобы я такая хорошая девочка снизошла до того, чтобы с ними общаться. Я потом поняла, что я просто... Моя философия неправильная, мне нужно меняться. И я просто... В один момент я поняла, что мне нужно начинать с ними общаться. Их было около 20 человек, и мне было очень тяжело прийти и перед всеми просто начинать говорить. Я комплексовала по поводу акцента, по поводу непонимания чешской грамматики и так далее. Комплексовала сильно. И я ко всем сразу не могла подойти, поэтому я стала вылавливать их по одному человеку, подходить и спрашивать, как дела. У них первые дни просто глаза такие большие, болеволосы дубом стояли. Как это наша Тихоня, которая молчала 8 месяцев, вдруг рот открыла. У них было именно такое лицо. И я стала к ним подходить по одной, и через неделю они меня всей толпой пригласили на караоке. Я пошла с ними на караоке, и мы всю ночь выли чешские песни с ними. Сама не знаю, как я там читала эти титры в караоке, но мы пели, было очень весело, и мы очень подружились. Я отработала там еще почти два года после этого эпизода, и мы были невероятными подругами. То, как мне помогли все вот эти девочки, медсестры, чешки. Я в больнице работала, как я уже сказала. Это просто не передать словами. Они мне помогали на всех уровнях. Они мне помогали с финансовыми проблемами, они мне помогали с моральными проблемами, они мне помогали с языком. Они мне подсказывали, они меня исправляли. Они просто очень помогли моей интеграции. Я им безмерно благодарна. И когда я уходила с больницы, они меня очень сильно просили сделать им прощальный вечер. Но я на тот момент так сильно чувствовала, что мой потенциал не раскрывается в этой больнице, что я вылетела оттуда как ошпаренная, ухватилась за новые возможности, за новые общения, за новую работу. И я не сделала им этот прощальный вечер, о котором они просили. Я очень сейчас об этом жалею. Я потом приходила к ним несколько раз, общались, мои вкусняшки всякие приносила. Сейчас мы не видимся ни с кем из них. И в этом только моя вина. Но мы общаемся на фейсбуке немножечко. Не со всеми, но с некоторыми мы общаемся. И многие из них у меня в друзьях. Там мы фотографии друг другу лайкаем такое. Многие уже мамами стали. Последние буквально года два практически все девочки, которые со мной работали, они родили детей. Но они уже... Они тогда были старше меня. Им тогда было, когда мы работали вместе уже лет 26. Сейчас им уже за 30. И поэтому они уже как бы по чешским меркам в основном так в 32-35 рожают. В основном. Все по-разному, конечно. Основное подавляющее большинство. Вот. Поэтому я на собственной шкуре пережила, что все вот эти вот проблемы с общением, интеграцией и прочее это только наша вина. Потому что стоило мне сделать хотя бы один маленький шажок к ним на встречу, они совершенно коренным образом изменили свое отношение ко мне. И... Ну, просто эта помощь, которую они мне оказали, она была бесценная. Я даже в тот момент настолько не понимала и не ценила эту помощь, как я ее ценю уже сейчас. Когда я чувствую себя интегрирующейся, я чувствую, что мой дом в Чехии, то просто я понимаю, что без этих бы девочек все бы это было гораздо дольше, гораздо сложнее. И не исключено, что, может, и я бы так ходила сейчас бы и поливала Чехию грязью. Я не знаю. Они мне просто показали нормальную, здоровую Чехию без прикрас иммигранта с такими, знаете, как когда приезжаешь, первое время люди делятся на две категории. Я думаю, одних эйфория полная, а у вторых страх полный. И ты таким подбитым глазом на всю эту ситуацию смотришь, получается. И так, у меня зазвонил телефон. А поскольку я снимаю на телефон, то у меня отключилось видео. И я пока разговаривала по телефону, я забыла, о чем я говорила. Неудобно сейчас проверять. Одним словом, наверное, я на эту тему уже сказала очень много. То, что все зависит от нас. Я в теории могу понять, догадаться, почему люди там говорят плохие вещи. Но это некрасиво. Не надо до этого опускаться. И самое главное, что вы, прежде всего, делаете от этого хуже именно себе. Потому что от того, что вы мне расскажете, какая Чехия плохая, нибудь ничего не изменится в моих глазах. Я за 8 лет о ней все выводы для себя сделала. Я здесь живу, потому что для меня это лучшая страна в мире. И если это изменится, я отсюда уеду. Но для меня это лучшая страна в мире. И мое мнение абсолютно не изменится от того, что Вася Бубкин или кто-либо еще просто сказал мне что-то про нее плохое. Поэтому вы в тот момент, когда говорите вот эти вещи плохие, вы себя убеждаете и вам потом самим здесь не в моготу будет жить. Именно вам. Не тем людям, которым вы это говорите. Именно вам. Я вижу это на живых примерах, что эти люди потом несчастливы. И вот начинается вопрос, с которым мы этот разговор начали. Если ты несчастлив у себя на родине, сменил страну, потеряв все свое окружение, работу, учебу, родителей, которые остались далеко, и ты снова несчастлив, то кому вопрос надо задавать? Кто виноват? Страна, что ты несчастлив? Или ты сам? Пока мне сла телефон, не рука, не замерзла даже. Пришла сейчас в торговый центр. Я хочу посмотреть штучку, такую стеклянную, которая для сладостей. Такая, знаете, на ножки, как в барах используют. На ножке стеклянная штука, а сверху такая крышка плотная. Такую хочу штучку сейчас посмотреть. И что я еще хочу? Я еще хочу какие-нибудь структы купить. Это, собственно, единственное, я вообще ничего не покупала, но раз уж я вышла на прогулку, то куплю. Ножер рождественские декорации трубом. Это торговый центр ДБХ, дум бытовой культуры. Это из социалистических времен остался. Здания снаружи видно, что все социалистические. Очень долгое время, когда я уже в этот район переехала, было очень сильно видно, что тут Советский Союз жив, а потом какая-то архитектурная фирма взяла этот проект и переделала все здесь. Ну, не все идеально, не все мне здесь нравится, но в миллиард раз лучше стало точно, чем было. Это точно. И даже какие-то награды получала эта переделка. Ну, вот этот магазин просто роскошный. Он двухэтажный, вот это первый этаж, декорации для дома и просто открытки, подушки, тут базы, а вот там второй этаж, там такое более ну, любителя все, люстры уникальные, всякие базы необычной формы, миски интересные, такое все очень необычное. Короче, пойду, посмотрю свою штучку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что же, пришла, и не без траты денег. Мне очень нравятся вещи, которые я купила. И я рада, что я начала уже покупать рождественские декорации. И, судя по всему, в этом году у меня будет комната в серых декорациях. Я ещё хочу ёлку купить. Ведь у меня очень маленькая ёлка, я хочу побольше. Очень маленькая она. Такая маленькая, что меньше тигры. Но она сразу наряжённая. Её достаёшь, ставишь и всё. Так что я хочу купить ёлочку побольше в этом году. Большие рождественские планы, короче, у меня. Итак, я выхожу. И иду в магазин дальний за продуктами. Потому что вчера Алёшка говорил, что я здесь был. И ничего нет. Но я так одним глазом глянула. Вроде так фруктов на скидках нет. Так что... Надо поищу чё-нибудь. Дешевле. И уже темно. Пока я тут с вами болтала. И пока я тут ходила и покупала. Угунь горит. Эх. Похолодало конкретно. Без перчаток несу телефон. Уже даже рука мерзнет. Где-то днём было 9 градусов. Сейчас, наверное, вечереет уже вообще градусов 5. Наверное. Боже мой. Болосина попала на губы. Прилипла и не могу отлепить. Опять. Опять. Вчера тигра меня поцарапала. Она очень редко царапается. Но бывает на неё находит. Она лежала у меня на ногах, когда я сидела за компьютером. И ни с того, ни с сего. Она просто вцепилась мне в руку. И 6 маленьких царапин мне сделала. Но не до крови. Так что быстро заживут. Я её успела вовремя отыграть. Хотя сейчас пока мама рассказывала, уже аж рука заболела. Вспомнила, как мне было больно. Зверюга. Как это вообще возможно? Руку, которая тебя кормит. Не понимаю. У них свой, конечно, язык. Своё общение. Не понять, что они там имеют в виду. Что-то ей не понравилось. И она решила меня отцарапать. Сегодня снимала видео. Ответ на вопросы ваши. Вторую часть. Так что смотрите. И задавайте вопросы, кому ещё что интересно. Спасибо огромное вам за обратную реакцию. И за то, что пишете, что вы хотели видеть. Это очень помогает в подготовке материала. Спасибо. Мне очень нравится Прага-4. Своим вот этим уникальным сочетанием. То, что идёшь здесь. Современный вообще центр. Там вот целый район вот этот светится вдали. Он такой вообще полностью новенький, отстроенный. Это очень интересная форма здания и прочее. Пройдёшь так 100 метров и уже всё. Заходишь в частный район. Выходишь снова. Опять вон. И во вскрёбушке виднеются. И вот эти дома Первой Республики. Тут пять современных. Тут такая вообще смесь уникальная в Праге-4, конечно. Чё хочешь на любой вкус и цвет. Не знаю даже, могла бы я жить в другом районе или нет. Часто об этом думаю. Я безумно люблю Прагу-4. Как-то, не знаю, прям. Прям мой район. Хотя я попала в него случайно. Я его не выбирала. Я не знала тогда ещё, как выбирать. У меня не было никаких критериев. Я всю Прагу любила. А теперь уже нет. У меня появляются любимые и не очень любимые районы. Итак, взвешиваем у нас добро. Монорит взвешиваем сейчас на банк. Пришла полноценность, пустая отцена. И форму беру целый мешок. На форму чайки кидается поштучно. Бананы. Килограмм 24 кроуны. 25. За это 1 юбат 33 кроуны. Просто мега супер я затарилась. Просто класс. В прошлом году, когда меня друзья, знакомые покупали эти перчатки специальные для айфона, то я с них смеялась. Говорю, ну неужели вам где-то там одну секундочку надо попользоваться телефоном и уже прямо вот так в перчатках. Они мне доказывали, что да. Ну мы посмеялись на эту тему и всё. А теперь я снимаю влог. И я не могу в перчатках включить даже мой айфон. В смысле нажать кнопку записи, когда видео снимаю. И отключить не могу. В итоге надо без перчаток. И теперь я думаю, что мне самой нужно покупать такие перчатки. Вот так. Я с других хохотала, а теперь сама такая же. Но у меня уважительная причина. У меня влог. Короче. Короче, забавно. В общем, иду домой. Я погуляла очень хорошо. А то я уже вообще засиделась дома. Вчера выходила, не знаю, минут на 10 в магазин. Позавчера вообще не помню, выходила ли я. Короче, как-то так давно не гуляла. А тут так хорошо сейчас. Подышала, отдохнула, перегрузилась от работы, от всего. Спасибо, что провели со мной время. Пока, наверное, закругляюсь.